Наркотики, драгоценности и предметы искусства – это далеко не полный список того, что раз за разом пытаются провести нарушителей через границу. Гомельские таможенники даже создали собственный музей с самым редким конфискатом. Наш корреспондент Вероника Гомзюкова разбиралась, что можно перевозить через границу, а к чему могут возникнуть вопросы. За 8 месяцев этого года через таможню прошли более 2,5 миллионов физических лиц, а также около 600 тысяч транспортных средств. За этот же период выявлено 3622 административных правонарушения, а это в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По количеству административных правонарушений и преступлений можно сказать, что произошел в этом году значительный рост. Это связано с тем, что однозначно эффективнее стало работать и таможня. К сожалению, возможно, как я предполагаю, нарушителей законодательства стало больше, но работа по предупреждению и по пресечению таких преступлений и правонарушений таможней проводится и будет в дальнейшем проводиться. Наиболее часто люди незаконно перемещают алкогольные изделия, мясную продукцию и сигареты в количестве, превышающем установленные нормы. На этих кадрах белорусы, которые пытались перевезти 9 килограммов свинины под одеждой. Находчивые правонарушители примотали продукт скотчем прямо к своему телу. Наиболее запоминающимися такими случаями в нашей таможне, возможно, на моей памяти можно выделить спрятанные иконы за холодильником в купе проводника. Правонарушений такого характера зарегистрировано на сегодняшний день около 1800. Еще одна проблема для таможенников – это наркотики. Чтобы провести их, преступники идут на различные ухищрения. Например, прячут наркотики в вине, в запасном колесе автомобиля, в бачке для стеклоомывающей жидкости, в порогах машины. Например, в середине сентября мужчина проезжал по зеленому коридору, уверял таможенников, что запрещенный товар не перевозит. Однако под спальной полкой и за спинкой спального сидения сотрудники обнаружили тайники, в которых находились анаболические астероиды. Несколько таких коробок было спрятано и среди личных вещей водителя. Стоимость товара превышала 80 тысяч евро. Общее количество выявленного товара составило 90 картонных коробок, в которых находились более 25 тысяч стеклянных ампул емкостью 1 мл каждая. Пресекать эти случаи помогают различные технологии из последних новшеств. Это использование специальных приборов, которые с помощью рентгеновского излучения позволяют обнаружить запрещенные вещества. Применяются и различные эндоскопы. Результат – ускорение прохода через границу. Результативность такого контроля высока, но при этом время, затрачиваемое лицами на перемещение товаров через границу, достаточно минимальное. Соответственно, таким образом мы достигаем наших общих задач. А общая наша задача вместе с гражданами, пресекающими границу, вместе с субъектами хозяйствования – это соблюдение таможенного законодательства. Кстати, помогают в поиске запрещенки и кинологи. В середине августа таможенники возбудили сразу два уголовных дела. Нарушители провозили гашиш, марихуану и амфетамин. В обоих случаях помогла служебная собака. Сначала у 39-летней россиянки обнаружили курительную трубку и сверток фольги с веществом растительного происхождения, темно-зеленого цвета, которое оказалось гашишем. А потом, спустя несколько дней, амфетамин нашли у 33-летнего украинца. У него также была обнаружена марихуана в пластиковом тубусе, который мужчина попытался выбросить перед контролем. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что нарушение закона никогда не остается без последствий, без ответственности. И, соответственно, призываю всех соблюдать наше законодательство Республики Беларусь, законодательство Евразийского экономического союза. И быть добросовестными, бдительными гражданами. За время работы в Гомельской таможне накопилось много изъятых ценностей. Сотрудники таможни открыли собственный музей залом спасенных ценностей. Уникальность экспозиции в том, что некогда ее экспонаты были контрабандой, которую злоумышленники пробовали провести через Беларусь. Увидеть в музее можно археологические артефакты, антиквариат, ценные картины, уникальные иконы и другие раритеты. В целом, гомельскими таможенниками за время существования службы спасены тысячи историко-культурных ценностей. В этом зале спасенных ценностей всем экспонатам более 100 лет. Их перевозили без надлежащих документов. Например, вот эта коллекция настоящих швейцарских часов, а здесь размещается коллекция сосудов и самоваров 19 века. А вот этот экспонат перевозили, маскировав под бревна. У сотрудника таможни они вызвали подозрения, и он отправил их на экспертизу, которая подтвердила, что это настоящая бивня мамонта. Перед пересечением границы сотрудники таможни рекомендуют интересоваться нормами и правилами провоза товаров и материальных ценностей. Если вы не уверены, что можно перевозить или не знаете, как это сделать правильно, рекомендуется проходить контроль через красный коридор. В таком случае вопросов к вам будет меньше, чем на зеленом коридоре. Помните, если все делать согласно закону, пересечение границы станет быстрым и беспроблемным. Вероника Гомзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Дефакто».